Мысль человека является инструментом воздействия на биохимические процессы вашего организма. Мысль – это организованная электромагнитная волна, которая может корректировать и даже менять внутренние процессы биоциноза. Все физические проявления мира состоят из света. Свет есть первоматерия нашего мира, точнее, субстанция, из которой формируются все объекты и субъекты физической реальности. Как показали наши исследования, сознание человека может формировать определенные воздействия на светофизическое состояние организма. Воздействие осуществляется в виде географических образов, символов, кодов. Ученые называют их замкнутыми ассоциативными системами воздействия. На информационном уровне клетка организма человека похожа на завод, который должен выпустить определенную продукцию. Справа и слева от ядра клетки расположено 12 цехов, по 6 с каждой стороны. Продукция цехов, формируемая за счет химических реакций, перемещается по восьмерке. И во время этого перемещения одновременно формируются определенные геометрические фигуры, которые затем взаимодействуют с информационными организмами. Ну, то есть, с информацией организма. Ядро, как вечный двигатель. В нем спираль записанной информации. Есть в глубине ядра энергия. Она перемещается по спирали и выталкивает из себя мини-клетку с той же информацией, что нанесла на нее матричная структура ядра. В здоровой клетке кодировка может быть обозначена буквой А. Такая буква обозначается и на выпущенной из ядра дочерней структуре, которая затем произведет необходимую маркировку внутриклеточных процессов. Внутри нормальной клетки есть желе. Оно желтого цвета. Это энергетический аккумулятор. Запас, имеющийся в нем энергии, рассчитан на тысячу лет. То есть работа нормальной клетки рассчитана на тысячу лет, как минимум. Это, по сути, вечный двигатель. Ведь энергию клетки можно пополнить. Почему же происходит обратное? Почему мы вместо тысячелетий так плохо и недолго живем? Из-за неправильной ориентации нашего сознания. Из-за эгоцентризма. Когда человек думает только о себе и старается взять все только себе, до поры до времени это получается. Иногда даже очень долго по меркам человеческой жизни. Если бы люди знали, чем потом им придется расплатиться за свое стремление жить только для себя и во имя себя. Ближайшая аналогия легко найти. Что делает человек, когда у него что-то начинает болеть? Думает, как избавиться от этой напасти. Хорошо, если до радикальных мер дело не дойдет. Если безумие сошедших с ума клеток не доведет дело до лекального исхода. Болезнь старается за счет перевеса сил вытеснить информацию жизни человека. Душа, опасаясь таким образом, что будет лишена возможности обоссоединения с основными материнскими структурами мироздания, начинает преждевременное отступление. Сорабатывает основополагающий закон космоса. Что полное уничтожение одной структуры информации может привести к потере объекта информации. Чтобы этого не произошло, душа оставляет тело, чтобы спасти, как ни странно звучит в данном контексте, человека. Потому что человек – это не мясо и кости, как у нас привыкли думать. А прежде всего, мало поддающиеся осязанию, обаянию или созерцанию обычных людей – дух, душа и сознание. Душа через дух воздействует на сознание. Сознание через дух и душу выходит в пространство и немедленно приступает к сборке структуры личности. Но уже не здесь, а там. Поэтому, когда мы говорим «человек умер», то мы говорим неправильно. Умерла оболочка человека. То, что мы называем тело, которое сделано из того же материала, что и дом, машина, авторучка. А человек не умер. Он просто перешел из динамической области существования в статическую. Хотя в этой статической области его пространственного обитания сохраняется внутренняя динамика его существования. И потенциал через реинкарнационные процессы снова попасть в область динамического существования. Душа – основа всего. Наше тело строится именно на основе души за счет ее организующей структуры. Ее статус необходимо рассматривать как изначально, как субстанцию, созданную создателем в соответствии с вечностью мира. Она неуничтожима, неуязвима. На ее основе можно воспроизвести все, что угодно, в том числе и новое тело воскрешенного человека. Душа неприступна, как крепость. Вот почему говорят – не лезьте в душу. В пространстве все занимает душа. Она накапливает и преобразовывает знания. Дух – это действие души. Или импульс света, знаний души. То, что перемещается с внешнего в внутреннее и из внутреннего во внешнее. Это, что соединяет и пронизывает. Именно дух переносит информацию и решение из души в область реакции на события, то есть сознания. У него есть свое пространство или свой дом, свои обязанности и права. Помогает все эти знания трансформировать привычную нам реальность в новую космогонию и соприкоснуться со новой жизнью всеобъемлющей силой, которую мы называем высшим разумом. Собственно, именно сейчас все это и происходит. Нас переводят к этим уже выявленным знаниям. Раз человечество их выявило, то они, в общем-то, начинают как бы расширяться в сознании всего человеческого социума и влиять на реальность мира. Вы видите, как идет это влияние. Вот то, что сейчас происходит, это именно перестройка реальности мира. И нам в этом новом мире нужно жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова